Царю небесное, утешитель душе истинный, И жилья с детства, и вся исполняя Сокровища благих, и жизнепладателю Приди все десерны, и очистився Все десерны, и спаси, младшие души наши Отец наш нелестный, мы благодарны Тебе, что за это место Ты нам дал За веру, за любовь, благослови занятия Господи, дай память, сложи глубоко сердце Слава Тебе, Аминь Аминь Спаси Христос Какие глубокие молитвы трогательные Итак, Евангелие от Иоанна 11 глава, 49-52 стих Мы только что услышали о том, как поблагодарил народ Божий В лице первосвященника и священников Господа Иисуса Христа за то, что он сделал чудо над Лазарем Поблагодарили тем, что сказали, лучше ему одному быть убитым, чем всему народу пострадать от римлян Что они так сказали, это мы на том занятии разбирали Если не помните, то смотрите след предыдущих занятий Под властью Рима находятся и рассказывают сказки такие, что придут римляне и весь народ уничтожат А что до этого не уничтожили? У них с 34 года была вся власть над римом До Рождества Христова Могли давным-давно уже уничтожить 70 лет, как они под властью римлян Ну послушаем дальше Этих врагов христовых 49-53 стихи Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященником Сказал им Вы ничего не знаете и не думаете И не подумаете, что лучше нам Чтобы один человек умер за людей Нежели чтобы весь народ погиб Сие же он сказал Не от себя, но будучи на тот год первосвященником Предсказал Что Иисус умрет за народ И не только за народ Но чтобы и рассеянных чад Божьих Собрать воедино Но нету пророков Нету пророков Нету сынов Божьих Которые любят Слово Его Любят народ Любят все, что Господь делает И поэтому Господь через таких Отъявленных негодяев и подонков Рода человеческого Возвещает пророчества Вот как Господь может сделать И действительно Господь наш Иисус Христос Прольет свою предчистую кровь Станет спасителем На Голгофе Для каждого из нас Для каждого, кто верует в Него Спасителем пред Господом Пред Богом и Иголой Отцом Своим поставит Его И Дух Божий будет его сопровождать Этого человека Все А предсказано это Вот этим вот негодяям Ну Мы сейчас можем это сказать уже Который распнет самого Господа И скажет Кровь его на нас и на детях наших Спокойным голосом Разодрет там одежду Для вида Все делалось для красного словца Что потом Лжесвидетели рассказали Как страдал этот первосвященник За народ Как страдал Аж одежду разорвал Вот такой Ну а теперь Послушаем Толкование 11 Иоанн Гелетаана 49 по 53 Стихи У иудеев Между прочим Было Искажено И первосвященническое Достоинство Вот еще что То есть Хромали на оба колена Не на одно Ибо с того времени Как Начальственные должности Стали Покупными Первосвященники уже Не всю свою жизнь Священствовали Но только по году Ну чтоб каждому Помаленечку досталось Слава Авторитета Власти То что Против чего Христос С сатаной В пустыне Не боролся Будем говорить И побеждал Он как говорил Написано Написано И отступал сатана Опять написано Сатана отступает А скажите Вопрос такой Почему Вот сатана Видя такую твердость Христа Не с первого раза Отступил А три вопроса Ему задал Почему он не испугался Христа Сразу после первого раза Господь же сказал Написано Ну надо полагать Он знает слово Божие Ты куда лезешь Ну он думал Ну он думал Такой Ну немножко Одетый Так небрежно Молодой Какой-то Откуда-то Пришел Ну ясно Что это Не тот Который Он не из Вифлеема Пришел Мазарита Или там Капернаума Поэтому А Господь ему И второй Задает Господь Ему Опять отвечает Вот интересно Кто-то видел Это Такой короткий Ролик Когда Сатана Искушает Христа В пустыне Как он идет Пустыню Показывают Иудейскую Вы Слово пустыни Что представили себе Песок Барханы Отлично Вы что Колючки И верблюд Которые Вот так да Колючки Которые Камни Более-менее Равнина Малая Растительность Ну такой Больше Как стих Мне кажется Уже ближе Ну Все это Смешать Только Барханы Убрать Это Иудейская Пустыня Каменная Каменная Плато С небольшими Холмиками Странной Причудливой Изрытой Как бы Огнем Муравейники Такие Каменные Знаете Вот Ну такой Высотой Не очень большой Но метр До пятидесяти И Тени Нету нигде Все такое Вот Высокое Круглое Тяжело Так тень найти Чтобы Можно было Отдохнуть И вот Христос По вот этому Бредет То вверх То вниз Камни Вот эти Вот И показывают Безбрежно Вот это все И там где-то вдали Чуть там Какие-то Горушки Поднимаются И вот он Идет Идет Солнце Палящее Посмотрит Губы Суши А лицо Такое Приятное Европейское Такое Лицо Человека Глаза Такие Светлые И видно Что он Уже Такой Истомленный И тут Прям Знаете Как У Игнать Тихоновича Такие Вот Такие Пятнышки Как Кожа Отстает И все Все Вот он Уже Все Прижгло Губы Вот Такие Вот И он Идет Идет И вот Так И раз И падает Падает Вот Прям У нас Здесь Ну Все Устал Он Не может Изнемогает Уже И в этот Момент Змея Ползет И Прям Около Него Вот Так Извивается Так Вообще Это Как раз Я сейчас Веду Ветхом За этим Но Все Про Змея Этого Который Искушал Еву И здесь Думаю Оно Вполне И он же раз И становится Как человек В капюшоне Такой И так Подходит К нему На расстояние Небольшое И говорит Сделай Камни Хлебами И вот так Вот раз И камень Ему бросает Христу И Христос Вот так Подставляет Руки Ему падает Вот такой Лаваш Руки И он Смотрит На это Все Говорит Ну И Господь Отвечает Ему дальше Ну так Интересно Сделано Не просто Воображение Есть И ты так Думаешь А хотелось бы Вцепиться Сразу Ты же Голодный Вроде Еще бы Сделали Там что-то С водой Тоже Было бы Интересно Ну то есть Люди Представляют Себе Это И я так Понимаю Что никто В этом Никто В этом Никогда Не принимал Участия В таком Действии Потому что 40 дней Добровольно Пойти В эту Пустыню Почему Он идет В пустыню Христос В одиннадцатом Эти крестоносцы С западной стороны На берегу Средиземного моря А это Почти на берегу Мертвого моря Крепость И в ней Содержали Оказывается Иоанна Крестителя Я не знал Это По преданиям Он там Содержался Иоанн Креститель В этой крепости То есть Подальше От народа И так далее И тогда Когда Начинаешь Вот это Все исследовать Думаешь Бла Как интересно Христос Именно Находится Там Где Его Где Ему Пророк Где Самый Высший Из всех Пророков Которые Рождали Жены То есть Да Толкование Ответ На вопрос Почему Отходится В пустыне Так Матфеевич Чертая Глава На первый Стих Толкование Отводится Именно В пустыню Дабы Показать Нам Что Дьявол Искушает Нас Тогда Когда Видит Что Мы Одни И Без Помощи Других Посему Нам Не Должно Оставаться Без Совета И Полагаться Только На Себя Вот и Ответ Да И Скажем Иоанн Креститель Не в лучшем Состоянии Это Находится Тоже В этой Крепости Состояние Часть крови У нас же Открыты Прям У нас Вот Этих Дыры Сейчас Под Идет Допустим Он же Прямо Насквозь Проходит Он Такой Тоненький Камарик В эти Поры Засовывает И Прям В Канал Там Где Кровь Течет Там Просто Немного Все Мик И он Засовывает Эту Кровь Высосывает У нас Чешется Прям А Это Прям Пробил Он Не Пробил Как Он Пробьет А Вот Есть Некоторые Которые Пробивают Там Такие Оводы Там Или Че Он Прям Кусок Прям Кусок Это Кусает Рвет Или Называются И Раз Хоботок Туда Опустил Тоненький У него Такое Тоньше Волосы Что-то И Он Туда Раз В Капилляр И Вот Бывает Такое Состояние Там Приводится Я Просто Забыл Я Не Запоминаю Врачи Термины Есть Такое Состояние Ну Так же Как И Стигматы Открываются То Раны На Руках На Ногах Что Это Такое То Не Такое Напряжение Что Откуда Это Напряжение Ты Все Прекрасно Понимаешь Что Сейчас Решается Быть Или Небыть То Как Погибнуть Или Жизнь Или Смерть Жизнь Или Смерть А для Кого Для Для Всех И Господь Говорит Нас Тогда Спас Когда Мы Были Еще Грешниками Вот Самое Удивительное Что Он Знал Что Мы Будем Такими А Кто Ему Это Подсказал Конечно Подвиги Святых Пророков Иоанна Крестителя Конечно Первого Стефан Потом Пойдет Дальше Это Уже В Новом Завете А До Этого Были Пророки Они Ни Один Не Отрекся Не Было Такого Что Они Пилили Исаев Деревянной Пилой И Он Сказал Все Не Пилите Меня Я Отрекаюсь Нет Благополучно Перепилили Этой Пилой Деревянной Что это за Пила Не знаю Никогда Не Пилил Такой Пилой Ну Видать Из Какого То Мореного Дуба Для Того Чтобы Какие То Более Такие Простые Перепиливать Ветки Что Вот Его Решили Этой Пилой Перепилить Чтобы Помучился Он Мучился Конечно Но Не Отрекся Кто Там Еще И И Иеремия И Заки И Заки Тоже Не Отрекался Иеремия Тоже Знаем Не Отрекался Сидел В Орле Там Странные Вещи Говорил Запустите Иерусалим И Все Будет Хорошо Такого Не Может Быть Это Ж Что Мы Все Фашисты Идут На Францию Париж Открывает Ворота Города В Париже Не упало Ни Одной Бомбы Париж Четырехмиллионный Город Его Немцы Спокойно Захватывают Он Существует До Конца Этого Оккупации И Потом Пострадал Париж Пострадал Такое Есть Как Бы История О том Называется Горит Ли Париж То Говорят Что Гитлер Сидел Телефонного Аппарата И ждал Когда услышит Взрыв Парижа Париж Был весь Заложен Минами И там Был Комендант Преданный Фюреру И он Должен Ложать Кнопку И Париж Должен Взлететь На воздух И Гитлер Хотел Послушать И вдруг Ничего Не случилось Ничего Этот Комендант Сказал Ничего Не взрывать И все И зашли Войска Этого ПТНа Этот Деголь По Парижу Прошлись И больше Всего Пострадавших Знаний Знаний Был Отчет От самих Жетних Восставших Парижан Да Они Жгли Бутылками Эти здания Там Где Комендатура Была Эсэсовская И так Далее И пошли Там Эти Здания А так Все Целеньки Остался Париж Называется Пот С кровью Гематидроз Гемидроз Еще есть Синонимы Гемидроз Кровал пот Или библейский В кавычках Кровал пот Симптом Тропического Поражения Стенки сосудов Патологического Состояния При котором Пот Смешивается И просачивается На неповрежденные Участки Кожи В виде Жидкости Розового Или красного Цвета Видим Господь Сам Все это делает И все время Для народа Для народа делает Мы сейчас Говорим о том Что Ни одному Ли погибнут Человеку за народ Господь Этим занимался С самого рождения Чтоб погибнуть За один народ То его искали Младенцам За народ погибнуть То Он себя проявил Двенадцатилетним В храме Беседовал С этими людьми Которые потом Наверное Будут его Предавать А некоторые Может быть И станут Его последователями Маленький Такой Но никто Не вспомнил Что он маленький И там написано Как сидел Ему задавал вопросы И ему задавали Вопросы Оказывается И они Дивились ответом И делились ответом Он маленький Человек Еще 12 Что там 12 лет Мне вот Понравился Маленький человек И в серии Он взял палочку А там Сестра Надежда Наша Уже Сколько 85 Четыре раза Его старше А маленький Мальчонка Подумал Принести Палочку Это уже Внутри Что-то Благословен Господь Который Находит Нас Господь С малолетства Уже Должен был Погибнуть За народ Он Всего Себя Отдавал За народ И здесь Подтверждается Да чем Главное Нечестивыми Подтверждается Людьми Игорь Игорь Что-то Хотите Сказать Ну вот Опыт Когда Крещение Принял Николаевич Дотворец Как Обратили На это Внимание Но я не могу Поверить У ребенок Стоял Два часа В ванной И падал Ну два часа Вот Это Пять минут Уже Он стоит Забрал И пошел А до два часа В ванне Стоит Ну видимо Другой Такой опыт Был А ему Он Прямо В год Простался Его Теперь Назвали Гмойным И Будущим Будет Годитель Христиан По задней части Определили На анализ Дали Ну да Так Про Ним Так Назвали Капроним Так Ну и вот Дальше Давайте Прочтем Ибо С того Времени Как Начальственные Должности Стали Покупными Просвященники Уже Не всю Свою Жизнь Священствовали Только Погоду Впрочем И при Таком Растлении Этого Достоинства Растлении Можете вопрос Потом Дать Дух Святой Еще Действовал Помазанных То есть Еще и Помазанных Духом Святым Как Вот Давида Поливали Как Самуила А когда Так Кровожадин Что Прямо С обнаженной Головой И дерзко Произносит Приговор Приговор На Христа То есть Ни суда Еще Ничего Нет Да А только Что Христос Исцелил Хотел сказать Воскресил Лазаря Который Четыре Дня Был Во гробе Это Вот Это Все По этому Событию Они Действуют Такие У них Размышления И Все Убить Убить Погубить Убить Даже Порицает Прочих Что Они Не Разумеют Должного И Не Заботятся Усмотреть Полезное Вы Говорит Знаете Не Знаете Ничего Не Хотите Понять И Не Подумаете Что Лучше Чтобы Один Умер И Спасся Весь Народ Такой Умный Стоит А Другие Не Понимают Ничего Но Он же Первый Священник Он Сейчас Сказал Как Начальник Знаете Как Начальники Действуют Ты Работаешь Работаешь Пахиваешь Люди Костми Ложаться А ты Пришел Такой Почесал Выкрыл Трубку Какую Нибудь Выпил Хорошего Красного Вина И Потом Что Вы Бестолковый Ничего Не Можете Без Меня Надо Еще Вот Это Сделать А Тут Вот Это Так Ты Сам Нам Говоришь Все Это Мы Откуда Знаем Что Нужно Что Нельзя Мы Костми Тут Ложимся А Ты Выдумщик И Все Вот Так Поступают Нужно Же Дать Ну Какие То Данные Все Сроки Приблизительные Обговорить Это Тоже Можно Но Всегда Надо Иметь В запасе Какие То Проценты Что Это Не Сбудется Мы Женег Не Боги И Главное Показать Пример Еще Ну Да Ты Должен Пример Толчет А то У нас Губернаторы 40 лет Сидит 40 лет И Что Рассуждает Мне Все Интересно Ты Где Так Научился Ты Какие Проходил Институт Губернаторов Что Ли Все Знает Он Там И так Далее Так То Сидеть Просто Развалившись Любой Может Сказал Он Это Со Злобным Помыслом Еще Видите Опять Злоба Везде Ибо Благодать Духа Святаго Уста Его Употребила Для Предсказания О Будущем Хотя И Не Коснулась Скверного Его Сердца Господь Господь Всегда Все Делает По Своему Как Мысли Господа Выше Мысли Человеческих Как Небо Над Землей Превосходит И И Так Дела Господни Такие Же То Мы Не Можем Никогда Осознать Но Самое Главное Он Не Боялся Бога Нисколько То Есть Не Было Страха Божьего Молол Что Хотел И Главное Все О Смерти А Почему Б Нет Все Законы Ведут К смерти Божьей А Я Чем Не Бог Власть У Меня Тоже Не Такая Но Все Да Его Не Перетерло Еще Как Все Корреспонденты Бросились Я Пока Поднимал Он Перестал Еще Придется Два Года Ждать Смотри Какая Сила Духа Духа Большой Буквы Сила Духа Божьего Она Устроила Так Что И На Лукавое Сердце Произошли Слова Из Лукавого Заключающие Чудное Пророчество Ну Мы Немного Об этом Говорили Вначале Ибо Когда Христос Умер То Все Уверовавшие Из Народа Избавились От Великого И Вечного Наказания И Он Умер Не За Иудейский Только Народ Но Чтобы Собрать Воедино И Остальные Чад Божьих То Из Язычников Вот Здравствуйте Они Оказались Тоже Чадами Божьими Чадами Божьими Называет Язычников И Называет Их Так Или Применительно К будущему Так Как Они Должны Соделаться Чадами Божьими Как 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 Есть У Меня И Другие Овцы Евангелия Таана 10 Глава 16 Стих Вот Это Надо Запомнить Что Господь Чадами Божьими Под Чадами Божьими Всегда Подразумевал Всех Людей И Мы Знаем Что Как Какова Была Воля Божия Воля Божия Определить Чтобы Все Стали Ему Верными Все Стали Любящими Его Детьми Это Была Его Воля Что Все Спаслись И В разум Истины Пришли Вот Так Но Не Все Спаслись А Все Так С Каким Удовольствием Апостол Павел Произносит Когда Говорит Весь Израиль Спасется Да А Потом Все Так Нам Поясняет А когда Весь Израиль Спасется Думаешь Ничего Себе Это Они Такие Художества Вытворяли Перед Богом Кошмарили Кощувствовали И вдруг А потом Остаток Израиля И пояснение Толкователей И думаешь Ну Когда Он Произносил Просто Ему Это Приятно Было Апостолу Павлов Но Он Знал Что Весь Только Тот Кто Те Израильтяне Которые Последние Времена Вот Когда Его Отправили Этого Диакона Положили В архиепископ Отправили В Болгарию Болгарским Он Грек Да Какое Состояние Пасты Там Было Почему Туда Направили Почему Он Написали Что Порудило Его К этому До него Сколько Это 1100 Лев Прошло 1100 Лет Это В 11 Столетии Было Какое Было Состояние Пасту Куда Его Направили 970 Год Приблизительно 970 Год Это 11 По Рождеству Христову А Нет 1070 11 11 Вет 11 Вет Да Так Какое Состояние Было Людей Почему Он Туда Направили Почему Он Друг Решился Делать То Что Ни Один Не Решился Златоуст Перемолотил Не Один А Потом Он Не Скрывает Большинство Я Взяла Златоуста Зачем Он Это Делал Притом Писал Осталось Написано И Это К Народу Вынес Приняли Они Или Нет Это Тут Вопрос Не Один А Вы Знаете Я Знаю Я Считал Об Это Состояние Было Ужасное В Народе На Разных Пресказуньках На Разных От Кого Что Получили И Он Когда Пришел Там Ересь На Ересь Наползала Ему Надо Все Разгромить И Чисто Сеять Видишь Значит Было Много Списков То Есть Практически В каждой Общей Не Должно Это Было Быть Ну Да Ему Было Легче Все Таки Грек Был И Златоустого Считал В Оригинале Повреждения Нет Но Он Неоднократно Склоняется К тому Что Это Монашество Золотая Монашество А Монашество Это Главное Что Погубило Все Почему Потому Что Монашество Мон Один Это Хорошее Дело Монашество Но Для того Чтобы Быть Не Связанным Семьей Детьми А Не Для Того Чтобы За Стены Спрятаться И Разговаривать Ни С кем Нельзя Молчание Золото И Откуда Взяли Написано Что Молчащее Это Зарыз Талант Вот Тебе Твое Я Сохранил Я Умер Я Не Потерялся Вот Тебе Свежите И Бросьте Вогонь Бать Внешне Это Маленько Поддерживай Еще Не Докажешь Каждый раз Заказывает А еще Я Ничего Так Давайте Да Ну и Продолжаем Здесь Как И Вином Месте Говорит Бог Есть У меня И Другие Овцы Я Грета На 10-16 Ну Прям Тут Контекст Поэтому Это Значит Что С того Дня Особенно И Окончательно Они Утвердились В этом Намерении А когда Это было Это было Перед Последней Пасхой Все Об Убийстве Замышляли Они И Прежде Сего Но Слабо И Дело Было Скорее Вопросом Чем Решением А теперь Состоялся Окончательный Суд И Решительный Приговор То есть Чем Больше Господь Оказывает Милости Тем Больше Солнце Правды Проливает Своей Благодати На сердца Людей И те Сердца Которые Не Принимают Господа Они Иссушаются Эти Сердца И все Становятся Каменными Это Солнце Правда Их Сушит Оно Их Слепит Они Становятся Слепыми И О Страшное Дело Они Начальники Народа Бога Избранного Начальники Эти Люди И Куда Они Ведут Господь Слепые Ведут Слепых И Оба Упадут В яму А сердце Которое Фараонова Которое Милостью Божьей Было Сделано Камнем Говорит Оно Было Влажное И вдруг Солнце Солнце Из глины Получается Камень И этот камень Действительно Вот глина Высохнет Возьмешь Кусок И можно Убить Спокойно Хоть кого Хоть человека Хоть какое Животное Это Настоящая Проща Вот так Делали Каменные Вот эти Глиняные Ядра Из Гипса Ну там Добавляли Не совсем Был гипс И они Применялись Прашниками Вот взять Голиафа Или Давида Давид выбрал Хорошие Такие Кругленькие Какие-то Галыши Пять штук И первым же Камнем Дух с половиметрового Мужика В лоб Ему И опрокинулся Вот тебе Здравствуйте Вот что делает Камень Камень А это Если На сердце Такой камень Что он делает Убить Убить Он другого Не мыслит Ничего Все остальное Выжилось Никакой Влаги Тем более Божественной Не приняло А тогда бы Сердце Проросло Начались бы Настоящие Колоссия Но ничего Нет у этого Каменная Дорога Все Ничего Прилетели Птицы Небесные Эти бесы Все вырвали Все поклевали Ему же Прям рассказывают Он сидит Просвещенник Слушает Раскрываются Глаза Открывает Челюсть Отвисает Что Вы тут Ничто Несете Как несете За ним Весь народ И сразу Мысли Начинаются Шарики Бум 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 Убить Вот молодец Ну все Тебя для этого Бог поставил Стена Подбеленная Говорит Апостол Павел Правильно Говорит А потом Говорит Нет Нельзя Злословить Нельзя Почему Тогда Я уподоблюсь Тебе Тогда у меня Будет Каменное Сердце Тогда я В тебя Камень Бросаю Сердечный А я Не могу И поэтому Да будет Господи Милость Твоя На нем Какая Милость А милость Божья И говорит Соберешь Горящие Угли Уголья Да Вот что Самое Интересное Что Вот такие Именно Чтобы быть Высоким Патриархом Там Епископом Человек Богобоязненный Он Этой Власти Не ищет Это Если Господь Возьмет И конкретно Поставит Тогда А такие Вот Как раз Люди Которые Рождение Свыше Не было Ожесточенные То есть Своими Страстями Они Как раз Туда И лезут Чтобы Быть Выше Над Кем Командовать И отсюда Вот это Нечестие Это И распространяется А ведь Ева Поэтому И ела Плод Хотела Быть Лучше Хотела Быть Как Боги Будете Видать Что то Было Там Еще Даже Когда Господь Приходил Что Там Сердечки Булькало Стукало В голове Шарики Двигались Как Так Я Сделал Из Ребра Адама А ну Ка Могу Я На каблуки Встав И Раздевшись Встать Выше Всех Конечно Конечно Ты Встанешь Выше Всех В аду Прям Возрастешь До Самого Пламени Так Примечай Силу Первосвященческого Достоинства Как Оно Полно Благодати Духа Я хочу Спросить Кто Обедал Здесь Поднимите Руку Все Обедали Почему Мы Все Время Сейчас Пошел Николай Там Ну Как Подменить Маринька Чтобы Она Хочет Слышала А Ее Даже Нажимать Она Хочет До Секур Мы За руки За ноги Вытащить Она Не Слушает Это Как Кто То Негод За Черепаху Послали За печеньем Пойдите Втроем Она Хочет Она Хочет Одна Моя Я Не Хочу Чтобы Она Не Слышала Монахиня Речь Игра Душа Она Не Хочет Монахиня Состояние Игнатик Вы Сказали Чтобы Одна Пришла Четверых Сдула Благодарим Вас Я Сходил Сейчас Она Не Ведет Да Конечно Там Это Лена Тоже Я Еще Ты Все Время Там Обед Наста Пью Ты Сама Заходи Сюда За мной Приехал Митя Так Она Тут Поест Всех Сбарагонит А сама Уехала Все Нету Никого А мы Уж Давным Давно Все Прошли Я И без Еды Могу Спокойно Еще Время 12 Часов Даже Не Про Это А то Что Мыть Это Надо Как Ее Освободишев Она Была Здесь Так Вы Знаете Когда Мы Закончили Сколько Мыть Можно Это Там Над Каждой Кружечкой Трестись Главное Сюда Не Прийти Она Сказала Что Это Мое На себе Такое Послушание Интересно Я Когда В тюрьме Был Передали По радио Выступление Горбачева Было У нас Говорит Воды Тратится На Человека Сравняя С европейскими В 70 Раз Больше Я Думаю Ошибка Прошла Никакой Нет И Поэтому Несметные Сокровища Развратили Нас Вот Это Для Президента Первый секретарь Генеральный секретарь Говорит Развратили А всей нации Это Что-то Стоило Было Еще Ломать И Прошу Тебя Почитай Перу Священников По достоинству Обитающих В них Благодати А не По их Произволу Не Только Каяфа Пророчествует Но и Многие Недостойные Знали Будущее Например Фараон Об урожае Не урожае Бытия 45 Глава 17 По 32 Стих Будем сейчас читать Делающий что-нибудь врачебное Есть уже и врач Но кто делает Врачебное По врачебному знанию Тот может быть врачом Подобно как и Праведник не тот Кто делает что-нибудь Справедливо Но тот кто Творит правду Второзаконие 16 глав 20 стих Второзаконие Давай Давай Правды Правды ищи Дабы ты был жив И овладел землей Которую Господь Бог твой Дает тебе Ну Правды Правды Ищи Это значит Постоянно пребываешь В заповедях Господних И в любых Ситуациях Которые тебе Предоставляет Жизненный путь Чтоб ты выбирал Именно все По заповедям Божьим Заповеди Было 10 И плюс Еще много Много Под заповедей Всего там Иудеев Их за 600 680 Что-то Насчитывается Вот так У нас даже сейчас Больше У нас 719 Нравится стих Писания Якова 417 Кто разумеет Делать добро Не делает Тому грех Слово Доброе дело Если ты Ну оно подойдет Конечно Сюда Конечно Разумеет Делать И не делает Тому грех Ну то есть Ты искал И не нашел А почему Не нашел Полене Нет Ты увидел Исследуйте Писание Ибо Вы через них Думаете Думаете Иметь жизнь Вечную Они свидетельствуют О мне То есть Надо исследовать Писание И находиться В правде Правду Правду Видишь Как Так Пророчествует И Каяфа Но не В пророческом Настроении Духа Святого А потому И не пророк А Дух Святой Почему Пребывает Потому что Он Первосвященник Народа Божьего И сейчас Мы можем О сегодняшнем Сказать Нашем Митрополите Который Нас знает Игнат Тихонович Он прям Уважает Ну и любит Наверное тоже Потому что Сейчас Просто так сказать Здесь Что мы Иритики Ну точно Никто не может Не могут Конечно сказать Но если Это я от себя Ну вот как ты считаешь Почему Распечатать Ну это Это Длинный ответ Это не короткий Сейчас Ну что подумали Задумайся Сама подумай Что один Что один Это ничто Что один Это ничто Ну если человек Ну если человек Один Что-то делает Отечает по слову Божьему Он Он от него Отступил Потому что Ну человек Понятно Чудес никаких Нету Ничего Нету И Господу Это нужно Можно Знать И да И как раз Вошли Три самых Главных Состояния Вот Почитай Документ Очков нету Нажно читать Я не прочитаю Мелко Метрополит Еще в бланке Дашь Почитай Русская Православная Церковь Московский Патриархат Алтайской Метрополии Православной Религиозной Организации Барнаульской Епархии Покажи Сразу Сначала Перед тем Как читать Выше Вот прям Сюда Подведите Туда и сюда Сюда сначала Оттуда Поднеси Да Да Мы сюда И туда Все Все нормально Конечно Фотографируют Все кому надо Вернуться Или остановиться Дальше Главному Редактору Русской Народной Линии Степанову А.Д. Уважаемый Анатолий Дмитриевич В ответ На ваше Письмо О деятельности Игнатия Тихоныча Лапкина Сообщаем Следующее Двоеточие Игнатия Тихоныч Лапкин Состоит В молитвенно-каноническом Общении С православной Церковью Через Барнаульскую Епархию Как обычный Мирянин Он Ревностный Православный Христианин Проповедник И Исповедник Догматических И канонических Нарушений У него Не установлено Под церковным Судом Не состоит Как обыкновенный Гражданин Он имеет Право На организацию Лагеря И иную Законную Общественную Деятельность А эту Сторону Деятельности Регулирует Совесть И соответствующие Органы Государственной Власти Игнатия Тихонщик Лапкин Человек Твердых Убеждений Пожилой Что требует Уважительного Отношения К нему С уважением Сергий Митрополит Барнаульской И Алтайской Главы Глава Алтайской Митрополии Видишь как Это документы А вот Прочитай Патриарший Документ От Патриархии Маленько Хотя бы Канцелярия Святейшего Патриархат Патриарха Московского Всея Руси Уважаемый Александр Кузьмич В адрес Патриарха Московского Всея Руси Кирилла Поступило Ваше письмо В котором Вы просите Его Святейшество Об Оуидиенции С Лапкиным Игнатием Тихоновичем По благосенитию Святейшего Патриарха Кирилла Выражаю Лапкину Игнатием Тихоновичем Благодарность За его труды Во славу Божию И на благо Святой Церкви В то В то Время В то же время Хочу сообщить вам Что предстоятель Русской Церкви Весьма внимательно Относится К просьбам И обращениям Православных христиан Но в силу Карантинных Ограничений Из-за Пандемии Пандемии Да Ну да Понятно Встреча со Святейшим Патриархом Московским Эта радость Не отрывает нас От действительности Но наполняет Ее новым Жителем Ну это он там О воскресе Нам О Пасхе Как раз Да Вот смотри Сейчас Вот посмотри Это документ Просчитай Вот Бланк Давайте Последний Все Последний А то там Можно долго читать Я читал На час Где-то Чтение Ина Тихонич Лапкинова Преподается Наше Наше Божие Благословение На всестороннюю Миссионерскую Деятельность Проподие Слово Божие Защиту И укрепление Веры В Российскую В Российской Православной Церкви Митрополит Виталий Покажи Туда Сюда Виталий Что там написано 1991 Кирио Пасха А много Документы Все Собрали И поэтому Остальные разговоры Там Ничего не стоят Дым Здесь конкретно Если Нашел один Выступать А ему Ответились Слушай Ты Маленько Посчитай Митрополит Ставленный Патриархом Если Митрополит Поступает Неправильно Сразу Речь Через патриарх Вы что смотрите С еретиками Знаете И со мной Знаете Кто делается Еретиком И вот За это Надо отлучать И поэтому Виноваты Вы Виноват Патриарх И те Сразу Заглохли Больше Нет Ну Маленько Отберите Чем Это Кончится Для вас Спаси Христос Аллилуйя Достойно Есть Якова Истину Блажите Тя Богородицу Призноблажен Нулю Игра Непорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И Славнейшую Без сравнения Серафин Безыстрения Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Тя Величает Самая Молодая Ви Сюда 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 Помолись С левой стороны Становись Юная Поблагодари Господа Господи Благодарим Тебя Сердечно За то Что мы Знаем Можем Изучать Твое Слово Помоги Распространить Это Слово Тем Кто Не Слышал Не Знает Даруй Исполнять Волю Твою Во всем Слава Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Всегда Заканчивайте Слава Своем Господу Надежда Васильевна Где Вышла